Всем привет, с вами Риборн и добро пожаловать на обзор фанка фигурок. Так как два последних видоса на моем канале были посвящены Веному, я решил закончить мини-марафон и показать вам Гвеном, как вы в принципе и видите. Давайте без лишних предисловий начинать. Если вам нравятся подобные обзоры, кстати, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Для начала давайте глянем коробку. Как вы видите, фигурка у нас от Marvel, 302 номер. Кстати, так и никто и не написал, что значит этот номер. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает. Здесь у нас и наименование фигурки, Гвеном, Венил Бабл Хэт и так далее. С этой стороны просто Гвеном, с этой стороны ничего нет. И вот задник, самое интересное. Здесь у нас изображены фигурки, которые включаются в эту серию. Это Веном, Карнаж и Антивеном. Веном и Карнаж, по-моему, выглядят хорошо, а вот Антивеном какой-то он странный и не внушает доверия. Ну, коробочку мы посмотрели. Давайте ее откроем и посмотрим на саму фигурку. Ну, вот так вот выглядит фигурка. Когда мне ее первый раз подарили, я ее только первый раз достал. Я думал, что она не будет стоять и ее хранить надо только в коробке. В принципе, я их так и храню всегда. Но, оказывается, в коробке еще была подставка под нее. А я даже не заметил. И это крайне странно. Она такая прозрачненькая и ее, блин, не видно. Каким-то образом надевается. Но бы ей сейчас... Вроде встала. Шикарно. Так как фигурка Марвел, она башка трясывает, это прекрасно все знаете. Вот она трясется. Прокрашена фигурка вроде очень даже неплохо. Правда, вот здесь вот сзади какие-то розовые разводы. Но это, ладно, фигня. Вот такой у нее на голове гандон. И смейте за выражение, как у Дэдпула. Так, чего у нас здесь интересненького? Вот у нее на ручках такие коготки. Они твердые, так что, скорее всего, если сильно ударятся, то сломаются. На голове вот здесь вот какая-то странная отросток. Похоже на харчу и что-то еще подобное. Ну, выглядит очень странно. На груди тоже такая же фигня. Вот еще всякие отростки. Но это же веном, все-таки они у него должны быть. На спине изображен паучок. Стырило форму Человека-паука. Еще характерная черта. У нее из ноги выходит какой-то язык. Но это реально похоже на язык. Только почему он в ноге? Это вот вопрос. Ну, в принципе, вот такая вот фигурка. Ничего необычного. Как и все остальные фанко-фигурки, она очень мила. И украшает полочку. С этим нельзя поспорить. Ну, если вам понравился такой мини-обзорчик, не забудьте поставить лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз. Оставляйте комментарии под видео насчет самой этой фигурки. И стоит ли вообще их покупать. Сколько у вас этих фанко-фигурок? Мне будет интересно узнать это. А с вами был Реборн. Всем спасибо. Всем пока.